Спасибо. И второй вопрос связан с обвинением Нидерландов, которые сказали, что Россия создала опасную ситуацию на Черном море. Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию, что создала такую ситуацию, где совершал проход нидерландских регат Эверсен. Цитата. Российские истребители создали небезопасную ситуацию на Эверсен в Черном море. Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма. Также Министерство обороны Нидерландов заявило, что действия России противоречат правилу свободного мореходства. И как Россия расценивает подобное заявление или обвинение Нидерландов? И как будет отвечать на подобное обвинение? Вы знаете, исчерпывающие разъяснения по данному вопросу уже были даны Министерством обороны России. Остается лишь напомнить, что вопреки утверждениям нидерландской стороны, полеты российских самолетов выполнялись в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Наша боевая авиация была понята лишь после того, как нидерландский фрегат Эверсен, который выполнял 24 июня, проход в акватории Черного моря к юго-востоку от Крымского побережья, изменил курс и начал движение к российской территории. Чтобы не допустить нарушения границы территориальных вод России, истребители Су-30 и бомбардировщик Су-24 совершили на безопасном расстоянии полеты вблизи корабля ВМС Нидерландов. Ни о каком нарушении права на свободное мореходство или создание опасной ситуации тут не может быть и речи. Любые попытки интерпретировать это таким образом, каким это сделал Нидерланд, мы будем считать просто недобросовестными вбросами. Вот что для нас остается неясным, так это то, почему Нидерланды так долго, а это пять дней, в общем-то долго, тянули со своим заявлением. Каких-либо объяснений, как, впрочем, и доказательств некой агрессии нам предоставлено не было. Учитывая, что инцидент с Эверсоном имел место на следующий день после случая с британским эсминцем «Дефендер», ну, в общем, трудно отказать себе в удовольствии подчеркнуть, что нидерландская сторона действовала скоординированно как по линии НАТО, так и непосредственно в контакте с британскими партнерами. Это наша оценка. Напрашивается, конечно, вывод, что опасное маневрирование нидерландского фрегата было также сознательной провокацией. И третий вопрос связан с учениями Сибрис, 20-20 статей на «Вблизы Крыма». Стартовали масштабные учения НАТО в Черном море, и все эти как раз недавние опасные провокации в Великобритании возле крымского мыса «Фиолент», начали звучать и опасные провокационные заявления. Я протестирую заявление замначальника генштаба ВСУ Игоря Романенко. Корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем «Дефендер». Это правильно, россияне понимают только силу. И в этой связи, как Россия расценивает подобное заявление? Это провокация или угроза? В случае, не дай бог, конечно, уничтоженной провокации со стороны участников НАТОвских учений против Крыма, как Россия будет защищать свои границы? Идет ли НАТО на целенаправленную провокацию для создания реального военного конфликта? И как можно пересечь подобное опасное для всего Черноморского региона намерение Альянса? Что касается заявления Романенко, то в первую очередь это глупость. Это в первую очередь. Во вторую очередь это и провокации, и угрозы, и все, что с этим связано. В-третьих, это, конечно, заявления, рассчитанные на внутреннюю аудиторию. Ну, когда, понимаете, других поводов проявить доблесть не наблюдается. Когда, как мы видим, нет возможности решить насущные проблемы, связанные с действительно национальными задачами, интересами, ну, нет такой возможности. Ну, вот начинается подобная риторика. Теперь о учениях. Мы уже неоднократно говорили, что учения проходят натовские, так сказать, на территории Украины или с участием Украины в соответствующих акваториях регулярно. Проводятся они по целому ряду направлений. Ну, что это? Это, безусловно, такая провокативная игра-мускул. Созвали более 30 стран. Нагнали боевые корабли. Около 5000 личного состава. Все это назвали учебным мероприятием Сибриз-21. Причем здесь дружелюбные намерения, причем здесь учения. Все это, так сказать, снабжено или все это развивается на соответствующей, так сказать, политической основе. Боевое развертывание такого масштаба вблизи российской территории вызывает соответствующую у нас реакцию. Черноморская акватория, по сути, последовательно превращается Вашингтоном и его союзниками из пространства сотрудничества, которое выстраивалось там, зоной силового противостояния. Делается это намеренно. Делается это для того, чтобы еще один регион мира под руководством США стал нестабильным и стал представлять угрозу. То, что эти маневры имеют явный антироссийский подтекст, не вызывают никаких сомнений. И вы можете в этом сами убедиться. Примеров предостаточно. Вы их сами приводили. Это и британские сменницы «Дефендер», о котором мы говорили. Видимо, началось это для разогрева информационного фона в преддверии учений. Тот самый военный суд судно Бритальни, которое пошло на провокативные действия и была нарушена государственная граница нашей страны. Опять же, напомню, то, что вы знаете, после предупредительных действий наших погонечников судно ретировалось. 24 июня, опять же, мы об этом сегодня говорили, цепь провокации продолжилась. Уже соответствующие провокационные намерения демонстрировала нидерландский фрегат. Мы уже сегодня об этом говорили, что с нашей точки зрения произошедшее имеет скоординированный характер. Это свидетельствует от продолжения агрессивного курса НАТО в отношении России. И, заявляя о готовности к диалогу, на деле Североатлантический блок целенаправленно дестабилизирует обстановку по периметру наших рубежей, повышает опасность вооруженных инцидентов. Вот, если бы в НАТО действительно хотели снизить градус конфронтации, то давно бы откликнулись на российские предложения по деэскалации и снижению военной активности, в том числе, касающихся отвода районов учений от линии соприкосновения. Они занимались бы провокациями с непредсказуемыми последствиями и вот этим бесконечным враньем в оправдание своих агрессивных действий. Спасибо. 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 Продолжение следует...